Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В свою очередь, премьер-министр Японии подчеркнул готовность расширять финансово-техническое содействие Узбекистану в целях дальнейшего продвижения преобразований, развития современной индустриальной и социальной инфраструктуры. Японская сторона выразила особую признательность за оказываемую Ташкентом неизменную поддержку в вопросах денуклеаризации корейского полуострова и возвращения похищенных японских граждан. Рассмотрены перспективы развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества. Президент Узбекистана высоко оценил продуктивное партнерство с агентством ЖАЙКО, ведущими компаниями и банковско-финансовыми институтами Японии. В прошлом году, несмотря на глобальный кризис и карантинные ограничения, при участии японских инвесторов и специалистов реализованы такие приоритетные проекты, как строительство Туракурганской ТЭС, вторая фаза расширения Новоайской ТЭС, запуск высокотехнологичного производства аммиака и карбамида на предприятии «Новои Азот». Особо отмечена важность формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций. Лидеры приветствовали инициативу внедрения эффективных инструментов финансовой поддержки совместных бизнес-проектов. Состоялся также обмен мнениями по международной повестке, вопросом обеспечения региональной безопасности и стабильности. Выражена готовность расширять практическое взаимодействие в формате «Центральная Азия плюс Япония». Японская сторона сообщила о поддержке и участии в международной конференции, посвященной взаимосвязанности «Центральной и Южной Азии», которая состоится в июле текущего года в Ташкенте. В завершение беседы президент Узбекистана пожелал успешного проведения токийских олимпийских и паралимпийских игр, а также пригласил премьер-министра Йосихиде Сугу посетить нашу страну с визитом. Телефонный разговор лидеров Узбекистана и Японии прошел в традиционно открытой, дружественной и деловой атмосфере.